Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Александр Белоусов, генеральный директор Уральского электрохимического комбината. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Каким стал 2020 год для атомной отрасли, ну, наверное, слишком широко все-таки ставить вопрос таким образом, прежде всего для вашего предприятия, да, как на основные показатели повлиял коронавирус? Ну, вы знаете, 2020 год он был особенный, все об этом прекрасно помнят и знают. В этом смысле кабинет, ну, не уникален, работал в тех самых условиях, как работало мировое сообщество, как работала наша страна и как наша область. Тем не менее, уроки 2020 года, которые мы вынесли, показали, что уровень профессионализма, сплоченности коллектива и организации производства позволил нам, даже в этот непростой год, выполнить все наши производственные планы и задания. Ну, некоторые отрасли по итогам 2020 года потеряли, некоторые приобрели, а ваши? Мы выполнили все обязательства, скажем так, то есть мы, конечно, не нарастали... То есть не хуже и не лучше? Как планировали? Вот, правильная ремарка, скажем, да. Наша задача была не ухудшить показатели. Ну, по возможности улучшить, но это другая тема, она вне сферы нашей деятельности. Тем не менее, я повторяю, что мы все выполнили задания, а у нас 80% продукции мы отгружаем зарубежным по зарубежным заказчикам, поэтому, конечно же, задача была не подвести ни страну, ни Росатом, ну, так сказать, ну, и не наш кабинет, и мы это выполнили сейчас. Ну, это замечательно, а на 2021 год какие планы и задачи ставятся перед вами? Задачи такие же, напряженные, как обычно, то есть все остается в силе, и мы продолжаем развиваться, продолжаем модернизировать наше основное технологическое оборудование, вот, и снабжать нашим сырьем производство топлива для атомных станций. Это наше самое главное задачи. В общем, ключевое направление остается неизменным. Неизменным, да. Но, собственно, как вы хотели, так и должно быть, наверное. Ну, смотрите, вот, можно об этом долго говорить, но понятно, что атомная энергетика доказала свою эффективность, во-первых. Во-вторых, вы помните, вот даже в этом году, когда замерз там Техас, там ветряки, там солнечные батареи, атомные станции не замерзают, они работают. То есть, с точки зрения надежности выработки и поставки электроэнергии, электроэнергии, атомная энергетика, она, конечно, эффективна очень, это правда. В прошлом году, в 2020 году, вы неоднократно делали громкие заявления, чтобы привлечь внимание, ну, прежде всего, своих сотрудников, жителей Новоуральска, к проблеме опасности коронавируса, чтобы они действительно серьезно относились к этой угрозе. В итоге удалось достучаться? Сейчас, я думаю, наверное, уже можно выводы делать? Можно, конечно. Вы знаете, вот, самый главный урок, я уже слегка об этом сказал, который я вынес, как руководитель предприятия, что у нас коллектив, ну, профессиональный, грамотный, и на него в этом смысле можно положиться. Но, с точки зрения, все-таки, вот, русского авось, это все равно присутствует и присутствовало, и со счетов это сбрасывать ни в коем случае нельзя, но с этим можно работать. Но важно понимать, вы ведь не только заявления делали, на которые в сеть интернет попадали, все это активно обсуждалось, именно в связи с доходчивостью и эмоциональностью, но вы много чего и сделали. Максим, я один пример приведу, который, надеюсь, подтвердит мой урок, который мне сказал. Мне пришлось два раза высаживать в обсерватор, ну, то есть в карантин, персонал, оперативный персонал смены, сменный персонал, который ведет технологический режим. Первые слова, которые я услышал от персонала, что я поступаю против закона. Первые слова. Я говорю, да, в российском законодательстве слова «пандемия», конечно же, нет. И поэтому, коли такая ситуация уступила, мне нужно было принять меры, которые нет в законодательстве, но которые позволят... Но предотвратить неблагоприятное развитие в дальнейшем. Которые позволят сохранить производство, сохранить здоровье персонала. Поэтому я персонал изолировал, сохранил их здоровье, сохранил технологию, сохранил оборудование. Ну, вы, это понятно, но вы, насколько я понимаю, активно людей тестировали. Ну, кроме этого, да. Вы, соответственно, на карантин отправляли тех, у кого положительные тесты были, и тех, кто с ними контактил. И благодаря этому работоспособность предприятия сохранялась всегда. То есть мы вывели из производства либо больных, либо потенциально, мы могли заболеть, правильно сказали, которые находятся в карантине. Контактный, да. Контактный персонал. Да, мы сделали внутри предприятия перебалансировку смен персонала. Да, у нас не хватало людей, это правда, работников. Но мы сумели за счет уменьшения количества смен, за счет расширения зоны обслуживания пройти эти сложные... Но сейчас это уже все в прошлом. Все в прошлом. То есть у нас, на сегодня у нас болеет на комбинате три человека. Но тем не менее. Это значит, что все равно надо к этому продолжать относиться серьезно. Руководствуясь указом губернатора нашего в том числе, то есть мы подчиняемся полностью тем указаниям, которые губернатор в нашей области выпускает. То есть мы, массовый режим у нас строго соблюдается, социальная дистанция, измерение температуры на входе, измерение температуры на входе, санитарная обработка передичности и так далее, и так далее. То есть у нас все это сохраняется. Мы даже более того, у нас договора, которые заканчиваются по закупкам средств защиты, мы их продлеваем. Но сейчас, насколько я понимаю, акцент несколько смещен на вакцинацию? Безусловно, да. И как? И что? И сколько вы уже привили сотрудник? На сегодня 332 человека, я даже сам лично контролирую количество работников, которые прошли вакцинацию. Я был первый, который подал пример, это правда. А когда? 9 февраля я поставил вторую пивку. Вот поэтому у меня антитела есть, я сдал кровь, там все в порядке. Кстати, ощущения-то как? Какие-то эффекты были? У меня, спасибо моему-то сказать родителям, у меня нормальные, хорошие гены, хороший иммунитет. То есть перенес практически не заметил? Я практически не заметил, да. Ну, счастливый человек. Ну, это не моя заслуга, заслуга моих родителей, это понятное дело. В общем, у вас сейчас задача сформировать иммунную прослойку. Или она уже фактически сформирована? Учитывая, что у нас, на самом деле, мы много этим делом занимались, вы правильно об этом подметили, мы контролировали в период 20-го года практически всего состояние здоровья наших работников. На сегодня я оцениваю, что больше половины наших работников имеют иммунитет от COVID-19. Имеют уже иммунитет. Кто-то переболел, кто-то привился, кто-то получил антитела, переболел бессимптомно, мы тоже об этом знаем. Это близко к коллективному иммунитету. Да, это близко к коллективному иммунитету. Поэтому я оцениваю, даже вот сейчас идет информация о третьей волне, Европа, горит, Чехия, Финляндия, Германия. Вы это спокойно все воспринимаете? Я думаю... Главное, чтобы новый штамм не зашел, которому иммунитета не будет. Я сейчас про него скажу. Я думаю, что, если не дай бог, в таком случае до нас докатится, мы к этому готовы. Это правда. Ну, нет. Наши ученые, как уже нам показывают средства массовой информации, уже и для... Они и к новому штамму готовы. Готовы уже, конечно. Кадровая проблема возникала ли? Ну, она такая перманентная, конечно же, но в 2020 году, наверное, наложившись на коронавирус, она только усилилась. Как решали? Нет, ну, кадровая проблема с точки зрения штатного расписания... Ну, там возрастных сотрудников надо отправлять на самоизоляцию. Хочешь, не хочешь. Молодые всегда, наверное, более-менее в дефиците. У меня 25 человек, 65 плюс на кабинете. На время начала ковида было. Сейчас чуть побольше, там пару-тройку человек добавилось, потому что, ну, у нас же сейчас пенсионная сгадариста поменялась, поэтому люди сейчас дольше работают. Ну, да, это правда. До выхода на пенсию в том числе. Но они массовую составляющую, которых надо изолировать по соответствии с указом губернатора, не составляют. Поэтому мы это легко их на дуренку, так сказать, отправили и с этим делом справляемся. Но сотрудники требуются ли вам новые? И в связи с коронавирусом, опять же, насколько изменится на их тусах? С коронавирусом потерь компетенции сотрудников на губернаторе не произошло. Это правда. Во-первых, у нас никто не погиб, ни один человек от ковида, в том числе. Все поправились. Это здорово. С точки зрения штатного расписания, наличия персонала, у нас проблем не было и раньше, и сейчас мы этого не ощущаем. То есть ковид, но это никак не повлияло. Это правда. Новоуральский электрохимический комбинат, насколько я знаю, довольно активно занимается и много лет уже благотворительной деятельностью. 20-21 год в этом смысле. Они такие же, как всегда? Или, опять же, есть какие-то особенности? Есть особенности. 20-й год был особенный. Кроме традиционной благотворительности, ну, конечно, там, малоимущим, там, предприятиям социальной направленности, мы, конечно, все это дело как оказывали, так и оказывали, оказывали и будем оказывать. В том числе, ну, 20-й год был наполнен помощью нашим врачам. Ну, конечно, акцион был перенесен на медицинскую сделку. То есть, мы около 20-ти миллионов рублей направили на средства предприятия, это на конкретно нашему, ЦМСЧ-31, это ФМБ России, на обновление оборудования, на расходные материалы для тестирования как работников предприятия, так и жителей города Новоуральска. И в конце года еще добавила корпорация РУСАТОМ 76 миллионов, еще добавила. На эти деньги тоже для нашего ЦМСЧ уже закуплен новый томограф, томограф новый, значит, за 56 миллионов в час, ну и плюс там еще такие некие. Поэтому вот такая есть реплика, или там фраза, тест, как угодно, значит, кому война, кому мать родна, все-таки пандемия позволила в том числе существенно обновить материальную базу нашей медицинской части. А вы в этом процессе соответственно поучаствовали? Ну, конечно, поучаствовали. В 20-м году отмечалось 75-летие отечественной атомной отрасли. Все перенесено на когда-нибудь на потом, я имею в виду празднование. Все-таки в пандемии, наверное, как-то отмечать, устраивать какие-то шумные вечеринки, празднования и прочие вещи довольно затруднительно. Или все-таки отпраздновали? Нет, мы широко не отмечали, были локальные, такие, очень локальные мероприятия, в основном в режиме онлайн. Онлайн, да. В таком в детсунном режиме. Поздравили, бокал подняли онлайн каждый в детсунном режиме. но сейчас с наступления 2021 года уже на... А, будете наверстывать. Я сейчас вам расскажу всем. На прошлой неделе уже началась такая опция, я собираю ветеранов. Конечно же, юбилейные медали в честь 75-летия отрасли, они имеют место быть. Конечно же, в основном они для ветеранов, в основном для ветеранов. А у меня их 7 тысяч еще ветеранов. Поэтому я потихоньку небольшими группами собираю, начинаю эти юбилейные медали вешать на их могучую грузь, на заслуженную. Поэтому вот такая потихоньку опция началась, и мы будем продолжать. Дальше будете этим продолжать заниматься. Ну что ж, спасибо вам большое. Успехов вам и вашему предприятию. А мне остается напомнить, что на стенде был Александр Белоусов, генеральный директор Уральского электрохимического комбината. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин